Здравствуйте, мои дорогие друзья и прекрасные зрители! Если моя первая сервировка была посвящена сказке Алиса в стране чудес, то сегодня вы увидите мою новую сервировку Алиса в Зазеркалье. Перед вами кружка с главными героями сказок. Это и шляпник, который сидит во главе стола. Рядом с ним Алиса и Чеширский кот. И чуть дальше, с другой стороны, сидит Мартовский заяц и Белый кролик. В этой сервировке вы увидите и обеих королев. Изображение чёрной вы видите на кружке. А вот Белая королева в виде большой деревянной белой шахматной фигуры, та, на которой и стоит кружка. Эти две королевы как раз и создают одну из вертикалей моей сервировки. Ну, а рядом вы видите Белого кролика с пирожными. Ну, всё как в сказке. Чуть дальше Чеширский кот. У меня он белый. А ещё дальше Алиса и Марта спевается. Кстати, а заметили ли вы, что в экранизациях нередко объединяют червонную карточную и чёрную шахматную королеву в единое целое? Ну, ведь Льюис Кэррол писал, что у них и характеры разные. И если карточная королева более вздорная и злая, то шахматная не такая уж злая и вздорная, но очень педантичная. А теперь по цвету посмотрим. У нас яркие кружка, где все за столом в весёлом чаепитии. Пирожные. Королева отличается. Ну, это вот такой здесь яркий кусок, да? Какой-то фрагмент. Вот эти чашечки по высоте поддерживают наших королев. Белую и чёрную. Ну, королева остаётся самой высокой, доминантой по высоте. Дальше идут часы на перевёрнутом фужере. Ну, и букет с часами, да? Ну, основной-то у нас всё-таки всё вырешено. В основном в белом цвете. Чёрно-белом. У нас на заднем плане по-прежнему часы. Их четыре. Но чайников у нас уже пять. А центром композиции стали чёрно-белые чашечки в клетку. Появились также сервировочные салфетки. И тоже такие же в шахматную клеточку. Если в приключениях Алиса в страну центральное место занимают карты, то основные темы второй сказки – зеркало и шахматы. Это сказка – описание шахматной партии, которую Алиса начинает в качестве белой пешки и заканчивает ферзём, королевой. Поднявшись на холм, Алиса заметила сходство зазеркания с шахматной доской. Это была удивительная страна. Поперёк бежали прямые ручейки, а аккуратные живые изгороди делили пространство между ручейками на равные квадраты. Дорогие друзья, спасибо, что были со мной. А я с огромным нетерпением жду ваших комментариев. Мне они очень важны. До встречи, мои дорогие друзья! Так что садитесь поудобнее и берите вкусняшки, а мы начинаем! Так, дай поближе взглянуть. Много неясного в странной стране Можно запутаться и заблудиться Даже мурашки бегут по спине Если представить, что может случиться Вдруг будет пропасть и нужен прыжок Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело А так-то, дружок, в этом-то всё и дело Добро и зло в стране чудес, как и везде встречаются Но только здесь они живут на разных берегах Здесь по дорогам разные истории скитаются И бегают фантазии на тоненьких ногах Этот рассказ мы с загадки начнём Даже Алиса ответит едва ли Что остаётся от сказки потом После того, как её рассказали Где затерялся волшебный рожок Добрая фея куда улетела А, э-э-э, так-то, дружок В этом-то всё и дело Они не испаряются, они не растворяются Рассказанные в сказке, промелькнувшие во сне Страну чудес волшебную, они переселяются Мы их, конечно, встретим в этой сказочной стране Ну и последнее хочется мне Чтобы всегда вы меня узнавали Буду я птицей в волшебной стране Птица Додо, меня дети прозвали Даже Алисе моей невдомёк Как упакуюсь я в птичье тело А, э-э-э, так-то, дружок В этом-то всё и дело И не такие странности В стране чудес случаются В ней нет границ Не нужно плыть, бежать или лететь Попасть туда несложно Никому не запрещается В ней можно оказаться Стой только захотеть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok